Всем привет, ребят! Здравствуйте, мои любимые и уважаемые подписчики, а также еще незнакомые мне зрители, которые случайно наткнулись на это видео. Я вам сегодня предлагаю обсудить кое-что неприятное, но все-таки, что требует огласки и, ну, хоть как-то обращения внимания на все это дело. Конечно же, я говорю о проблемах, которые появились, а точнее, которые нам принес новый патч. Я думаю, что достаточно много времени уже прошло с последнего обновления, чтобы улитка исправила все недочеты, баги там и то, что она изначально, ну, скажем так, не заметила, да? Поэтому моя совесть чиста, давайте, давайте разговаривать. А еще и там на фоне, знаете, новые боевые рейтинги анонсировали, которые, как всегда, весьма спорные, есть о чем поговорить. Ну и первое, первое, что затрону, это, естественно, нерв снарядов. Улитка очень любит уменьшать урон, всячески препятствовать удачным выстрелам и быстрым ваншотам. В этот раз они коснулись наших каморников. И как же они их нерфанули? Вот знаете, у нас есть механика объемных снарядов. Она мешает, ну, скажем так, выцеливать уязвимые зоны. У нас есть всяческие непростреливаемые объекты, их дохрена, ну и плюс еще раз синхрон. Да, ну, то есть достаточно много всяких таких рандомных моментов, которые, ну, очень сильно урезают, да, урезают твою точность стрельбы. И добавился еще один. Непростреливаемые деревья. Да, у нас сначала забрали простреливаемость некоторых объектов, потом забрали простреливаемость тонких стенок домов, лачуг и всякого созданного из сена и глины строения, да, простреливаемость забрали. А теперь нам забрали возможность простреливать деревья. Это очень мешает, напрягает и всячески создает, ну, неприятные ситуации, ибо тебе в голове нужно не только просчитать об обу, как она будет действовать, не только, ну, стабилизироваться, чтобы на тебя не, скажем так, не повлиял рассинхрон между твоим локальным клиентом и сервером. А теперь нужно еще и деревья оминать в прицеле, понимаешь, то есть какое-то дерево, чертова сосна или береза, спокойно берет и хавает урон каморника. Не, возможно, исторически реалистично, и с точки зрения реализма оно как бы так и есть, но не забываем, что у нас игра от третьего лица, где танк ремонтирует гусеницу, там, 18 секунд. А как бы давайте же быть избирательными, если мы полностью за симуляшн, то, ну, как бы давайте, давайте везде такими быть, то есть давайте сделаем нормальный урон, давайте сделаем нормальный ремонт, может быть камеру как-то поменяем, но нет, мы избирательны. И вот теперь еще один очередной скиллоподавитель в плане стрельбы. Деревья мешают выцеливать танки, а деревьев на картах, ой, как много в последнее время стало, да и в принципе всегда было, ибо деревья, ну, у нас, что такое карта War Thunder? Это поле, в котором сейчас очень популярные окопы для танков сделаны, прям как в жизни для пехоты, ну, и куча дерьма в виде деревьев и всяких текстур. Так вот, куда ни стрельни, там дерево. Адекватно ли было забирать возможность простреливать деревья? Конечно же, конечно же нет. Очередной скиллоподавитель. Ну, и следующее уже, если деревья, ладно, с точки зрения там реализма, возможно оно так, что какой-то там каморник с нежным взрывателем, он взведется об дерево, да, толстое, жирное дерево старое. Но как можно объяснить с исторической точки зрения или с точки зрения реализма то, что у нас стали с этим патчем стрелять красные стволы? Красные стволы, да, все верно. Критованный ствол, который с недавних пор ты попробуй еще выбить, ибо ты попадая в дуло танка, спокойно урон может не пройти. Из-за бобы снаряд растворяется и ствол по итогу не дамажится. Но улитка идет дальше. В своем желании повысить тайм ту килл, она забирает возможность, ну, с критованным стволом, если ты кританул ствол, противнику себя обезопасить. Теперь ствол имеет шанс стрельбы. И уж поверьте, по вам, он имеет шанс куда выше, чем ваш критованный ствол. Ну, поначалу казалось, что это баг, что это какая-то случайность, но нет, улитка конкретно-таки уменьшила шансы вам критовать танки. Ибо раньше, знаете, там желтый ствол не стрелял, потом не стрелял оранжевый, а теперь и красный. Это даже черный, я уверен, что каким-то птуром на советскому БТ возьмет и херанет. Но не только лишь вот этот рандом коснулся стволов. Улитка добралась и до казенки, и там сейчас абсолютно та же самая херня. Если когда-то там желтая казна, если ее кританули, и ты стрельнул из нее, то твой танк взрывался, детонировал снаряд внутри казны, они это убрали, да, ну типа токсично, люди могут сами себя убивать, но это что-то, ну, это не исторично, нереалистично. Давайте-ка сделаем, чтобы только с оранжевой казной не стреляла, да, эта казна просто ломалась. Так вот теперь с оранжевой казной все равно стреляет. Не только с оранжевой, но и с красной в этом патче. Но не только с красной, даже с черной казной меня в этом обновлении убивали. Так какой тогда смысл всей этой модульной системы с критами, с тем, что можно было ломать эти модули, используя такой дамаг-модель в своем геймплее? Какой в этом смысл? Мы с вами увидели, как улитки забрали урон по двигателям. Мы с вами были свидетелями, как двигатели перестали поджигаться больше одного раза. И теперь наблюдаем, как черная казенка спокойно стреляет. А красный ствол не значит, что он выбит. Да еще и даже если ты попал, даже в дульный тормоз попал, не факт, что ты сломал ствол, потому что снаряд может исчезнуть. Ну доколе? Доколе? То есть, вот понимаете парадокс? Вот этот избирательный реализм. Каморник в дерево попадает, урон исчезает, дальше он не проходит. А вот красная казеночка или черная, это норм, то что она стреляет. Вы либо крест снимите, либо трусы наденьте, как говорится. Вот эти двойные, тройные, четверные стандарты, они как бы поднадоели. Ну серьезно, это уже абсурд. Зачем мы, зачем вы, точнее, создавали всю эту модульную систему, если она не работает, либо работает рандомно. И это, на самом деле, очень печально, потому что очередная хардкорная составляющая игры, очередной момент, реально справедливый момент, у нас вырезается из War Thunder'а, и используется в качестве скиллоподавителя. Прикольно? На мой взгляд, нет. Еще один момент, я думаю, опять же, вы заметили, туч стало еще больше, и они поменяли свой цвет. Если раньше все небо было в белых тучах, теперь оно в черных, и вот эта серость, депрессивность, она и так сейчас везде, во всех частях нашей жизни присутствует, из-за постоянных войн, теперь это депрессивность и в War Thunder'е. Нет, я понимаю, я понимаю, зачем это все сделано, да? То есть тучи добавлены, чтобы уменьшить эффективность штурмовки. И это работает. Это факт. Штурмовики, штурмовикам сложнее обнаружить цели, им нужно заходить ниже, чтобы отрабатывать по танкам. И это работает. Ну, то есть вы действительно добились своей цели. Однако, это работает не только на самолеты, не только на летку, но и танкистам не видно танкистов. И приходится, уже не знаю, всякие фильтры пробовать внутри игровые, играться с гаммой. Ну, почему нельзя сделать нормальный графон, визуал, без этих туч из коробки? Почему нужно мучить жопу и искать какой-то, хоть какой-то выход из этой темени? Вы экономите свет в Вартандере или как? Ну, в чем проблема расставить нормальные источники освещения? А если так сильно летка душит танкистов, так поднимите ей ценник в очках Возрождения. Ваша погода работает в обе стороны, как в сторону наземки, так и в сторону летки. Я не против тучек, пусть будут для разнообразия. Но когда практически все время у тебя вот эта серость напрягает и вгоняет в какую-то ледяную тоску. Дальше уже, возможно, субъективщина, ибо крыша едет от этого урона, но мне показалось, что урон кинетики, а точнее ломам, в очередной раз порезали. Вот ты стреляешь там какому-то леопарду, второму в ВЛД, да? То есть там нету никаких не противоосколочных подбоев. Это я свидетелем противоосколочных подбоев говорю. Там нету никаких противоосколочных подбоев в ВЛДшке Леопарда 2-го, уж точно А4-го. Осколков нет, то есть снаряд проходит как иголка и уходит дальше. Но это ведь не кумулятив, это лом, несущийся со скоростью полторы тысячи метров в секунду. И там конус осколков, ой, какой немаленький. Ну, тут уже отпишитесь, пожалуйста, как вы почувствовали. Чувствовали, кажется вам, что уменьшили, не уменьшили. Либо, возможно, это уже моя субъективщина и крыша едет от вот этого тотального рандома. Ваше мнение, естественно, очень важно в комментариях. Оставляем. Ну и давайте обсудим изменения боевых рейтингов. Не все плохо. Нет, не могу сказать, что очередная чушь, прям вот тотальная. Нет, чушь, но не тотальная. Что из адекватного? Ну, например, там повышение боевого рейтинга анти-второму. Да, ну, одна из самых сильных зениток педобирских. Очень жесткая штука. Логично поднять БР? Логично. Поднять БР-34-ком ранним, на которых просто максимально работают объемные снаряды. Да, спасает их от моментов, когда их должны пробивать длинноствольные 75-ти миллиметровки. Надо им поднимать БР. Ну, нужно что-то с ними делать. Конечно, это решается не БРом, но об этом чуть позже, да. Ну, хорошо, БР поднимаем, да, ну, адекватно. Нужно ли поднимать боевой рейтинг Фоксу? Ну, машина явно вышла, скажем так, ну, как-то вот слишком имбовой, да. Нужно с ней что-то делать? Нужно, нужно делать. Ну, и на этом, как бы, в принципе, ну, что-то более-менее адекватное заканчивается, потому что мы видим изменение боевого рейтинга, повышение к лкадам, которые, ну, в принципе, более-менее в балансе. Да, у них есть проблема с живучестью завышенной, но эту проблему улитка вызвала сама отключением механики халбрейка, который когда-то был введен, чтобы как раз-таки решить проблему живучести. У нас катались мега живучие халкаты, мы придумали механику халбрейка, механика халбрейка решила проблему с халкатами, мы ее отключили и снова проблема с халкатами. Невероятно, вот как так получается? И не предвидите это было? Ну, нисколечко не предвидите. Повышение боевого рейтинга халкатом до 6.0. Как вам, логично? Очень логично. Повышение, точнее, понижение БРМ-42. Это такая зенитка, которая спокойно едет, убивает танки, сбивает самолеты, у нее скорость наводки, как у топовой зенитки полетки. Надо ли ей понижать боевой рейтинг? Не нужно, но почему-то трогают. А как же повышение боевого рейтинга такой легенде, как супер халкат, который на 6.3 после нерфа его двигателя? Им будет ли супер халкат сейчас? Нет, это достаточно сбалансированная машина, которая, да, если обойдет, может навести шорох, у нее хороший каморник, но выцеливать все равно нужно. Все равно нужно выцеливать. Но при этом любое попадание по тебе ваншот, у тебя огромная раскачка, тебя спокойно уничтожает арта, тебя разбирает самолет в крышу. Он более-менее в балансе. Зачем его кидать против ИСа-4 или ИСа-6? Что ему делать против этих машин? Расскажите супер халкату, что ему делать? Но нет, повышаем боевой рейтинг. С Фоксом возвращаемся к Фоксу. Дадут ему 7.7. Что это изменит для Фокса? Нихрена не изменит, потому что это токсичная маленькая машинка, спокойно разбирающая, в принципе, любую технику в борт. Она на боевом рейтинге 7.7, возможно, еще больше будет машин, с которыми Фоксу будет полегче. Особо ничего не меняется. А почему? Да потому что изначально, концептуально, эта машина лишняя в War Thunder. И ее можно забалансить, ну, не знаю, там, понижением урона. Но, опять же, это попытка скрутки урона, которая, ну, скажем так, больше подходит нашим конкурентам, чем самой реалистичной игре в мире про танки War Thunder. Симулятор, да, симулятор. Повышение боевого рейтинга занерфленной БМП. Ей занерфили урон снарядом. Ей занерфили управляемость ПТУРом, который тоже не дамажит. И мы ее отправляем на 8.0. Как вам по кайфу будет играть на БМП против 9.0 танков? На первой БМП без стаба, без нормального ПТУРа, без урона, без нихрена! Но при этом до сих пор на 6.7 чилит шведское БМП без ПТУРа, который, я вам открою секрет, нахер не нужен БМП-1 ПТУР после его нерфа кусок говна, он не нужен! Но шведское на 6.7, а советское, немецкое и китайское отправляется на 8.0. С какого перепугу? А и КВ-шка 91-ая на кумулятивах на 8.0. Че, слишком имбовая? Нет, там есть проблемы с дамагом по ней. Но ведь никто не решает эту проблему. Понимаете, к чему я клоню? Проблемы, уже который раз проблемы, которые внутриигровые, связанные с механиками неудачными, их присутствие обобы, либо же отсутствие халбрейка. Проблемы с тем, в каком коопе оно воюет, концепции машины. То есть, нужно думать изначально, что ты вводишь, да? Все эти проблемы, которые возникают из-за не очень грамотного, ну не знаю, менеджмента, как это назвать. Они все пытаются решить боевыми рейтингами, создавая кашу непонятный винегрет. И это так в последнее время постоянно происходит. Ну почему бы не решить внутри эти проблемы, их источники, источники этих проблем. А для этого нужно играть. Для этого нужно разбираться. Для этого нужно понимать, что не так с той или иной машиной, если она по какой-то там серверным показателям выделяется. Нужно чувствовать игру не только с точки зрения статистики, цифр, полигона или закрытого сервера разработки. Ее нужно чувствовать. Ее паблик нужно чувствовать. Ее рандом нужно знать. А таких людей как будто бы не осталось, либо не было никогда. Поиграйте, пожалуйста, в игру. Ну хватит из себя... Хватит себя выставлять клоунами с такими изменениями боевого рейтинга. Ну серьезно. Это же не повышает доверие аудитории. Напротив. Потому что уже, ну, мне кажется, каждый человек, отыгравший год, может задаваться вопросами. А как же так? Не понимаю. Не понимаю, никогда не пойму. Не понимаю, никогда не пойму. Есть проблема, ее можно решить. Можно крутить внутри игры. Но зато не выйдите клоунами. Не выйдите, не потеряете веру в себя. Ну нет, мы просто крутим боевые рейтинги. А проблема как была, так и остается. Ну хорошо, одну проблему решаем, другую кладим. Ну вот как-то так. Поиграйте. Не можете поиграть. Наймите того, кто поиграет. Не хватает времени. Ну и наймите там каких-то челиков, которые... Где там ваш совет игроков, а? Где он, а? Что? Не слышу. Как-то так. Ну, немножечко я излил свою душу, свои мысли. Вы же пишите свое мнение по поводу проблем игры. Вот, я считаю, что эти видео все равно нужно делать. Не сделаешь... Найдется часть аудитории, которая скажет... А, молчишь, замалчиваешь, сука, гад. Продался. Нужно, нужно говорить. Не должно быть прям... Каждое видео это нытье о проблемах. Но проблемы нужно решать. А не накапливать. Как-то так. Всем счастья, здоровья. А война пусть будет только в War Thunder. Пока-пока, танкист. Продолжение следует...